Вообще главный вывод, к которому я пришел, это то, что Евгений Чеботков никакой не комик, никакой не стендапер, никакой не рэпер. Евгений Чеботков – это писатель. Добрый день, с вами Дергачев Обзор, я ведущий подкаста Вадим Дергачев. Сегодня мы будем говорить о казахстанском и российском стендап-комике Евгении Чеботкове. Обзор сегодня попробую делать я сам, то есть сам с собой буду разговаривать и говорить с вами. Значит, если вы хотите по воскресеньям смотреть наши обзоры, а по средам смотреть наше интервью и что-то, думаете, вдруг пропустите, то вы лучше подпишитесь. Подпишитесь и точно ничего не пропустите. Евгений Чеботков, безусловно, особенный человек для Казахстана. Как и большинство особенных для Казахстана людей, он не живет в Казахстане, живет он даже не в России, а в Москве. Если вы не смотрели историю с белкой, то есть историю, которая начинается с того, как они с отцом сбивают на дороге белку, то мне даже нечего вам сказать. То есть, ну, вас может извинить только если вы сами сейчас не живете в Казахстане, либо, ну, я не знаю, либо у вас нету сердца. Вообще говоря, Евгений Чеботков в некоторых мексиканских, промексиканских версиях, он звучит как и Охению, и это довольно смешно. Нужно смотреть и слушать с сердцем. Его вообще необходимо смотреть с большой эмпатией. По-другому не получится. История с отцом – это, наверное, одна из самых неожиданных историй в русском стендапе. Потому что Женя рассказывает, как он со своих 10 до 27 лет, в 17 лет отец сидел в тюрьме, он переживал всю эту историю сам. То есть, всю эту историю, которая очень похожа на историю великой русской литературы. То есть, ВРЛ такой получается. Но, тем не менее, он и об этом может говорить с юмором. Кроме любви, которая явно прослеживается к великой русской литературе, у Евгения Чеботкова, безусловно, есть огромная страсть Казахстана. Ну, что это такое? Это горячо любимая Ирина Кайратовна, о которой он не устает говорить. Это любовь к скриптониту. Это любовь к маслу черного тмина. Это Дашикс. То есть, Женя – это, безусловно, казахстанский человек по восприятию, сколько бы и когда бы он не жил в других странах. Ну, кто еще будет столько времени говорить и слушать о казахстанских исполнителях, как он? А он это делает в каждом своем интервью. Замечательный проект, который точно стоит смотреть с Евгением Чеботковым – это «Истории на ночь». То есть, сидят три друга. Двоих из них мы видим в пижамах, в ночных один за кадром. И шутят о истории, о исторических темах. Вот. Проект «Чем хорош»? Евгений Чеботков на уровне очень доброго и милого и грамотного учителя истории рассказывает нам, что же на самом деле происходило. Шутит по этому поводу сам. Шутят его товарищи. А мне, вообще говоря, для меня совершенно неожиданная и замечательная была история из его исторических историй о Болгарии. Это уже не из этого проекта, но просто не могу ее не вспомнить. Когда он говорит, что вообще говоря, Болгария, она во Вторую мировую войну воевала сразу с двух сторон. Ну, то есть, какое-то время она воевала за одну коалицию, а через какое-то время стала воевать за другую. Вот. И как это все происходило? Ну, то есть, все легли спать, а Болгарии забыли сказать. Болгария, она как воевала в одну сторону, говорит Чеботков, так и продолжала воевать. А они во время сна взяли страны, другие поменялись. Ну, вот примерно так он рассказывает о истории. Совершенно замечательная была еще, на мой взгляд, история про 300 спартанцев как раз из этого проекта. Когда они говорят, ну, вообще говоря о спартанции в историографии, в исторических картинах, в исторической живописи, они как изображались? Они изображались почему-то абсолютно голыми. Вот. То есть, вооруженные, с мечами, с копьем, с щитом и голые. Когда, конечно, вот такие голые спартанцы на вас бегут, но, мне кажется, не только персы испугаются. Вот. Это просто в качестве примера для того, чтобы вы понимали, почему стоит смотреть истории на ночь. Это классный проект. Вообще говоря, в чем отличие, мне кажется, вот Евгения Чепоткова от других стендаперов, от других комиков, а в том числе, например, от его горячо любимой Ирины Кайратовны? Вот отличие в том, что это жанровое отличие. То есть, сейчас Ирина Кайратовна, она запрос на социальную честность, на социальную правду наконец решает. Ну, грубо говоря, нельзя, чтобы целый город ежедневно ездил мимо этого ЛРТ и делал вид, как делает вся страна, что ничего не произошло. Вот они и перестали делать вид, что ничего не произошло. И они, так скажем так, социально, такая социальная сатира получилась. Вот они поэтому, по тому же ЛРТ прошлись. И вообще они очень социальны по своим высказываниям. А вот Евгений Чепотков, он личный, он личностный. Его истории, они очень глубоко внутри него. И он из себя вытаскивает. Он вытаскивает из своих проблем, из своей склонности к тому, чтобы конкурировать с людьми, за что он себя не любит. Из своих каких-то вещей, которые он рассказывает про свое детство или про первую студенческую весну, когда он, например, получил приз за батлы третье место и за радио получил тоже за батл второе место. И потом он вышел и просто эти призы выбросил в мусорку. Он говорит, мне сейчас так стыдно, каким я человеком был и как сильно я поменялся. И все, что он говорит, он говорит из себя. То есть это не социальная сатира, это человеческая сатира. И в этом смысле, мне кажется, это тоже очень сильно его сближает с литературой. Русской, русскоязычной, неважно. Один из самых милых проектов Евгения Чеботкова – это сериал «В ритме колбасы», который они записали вместе с его другом Расулом Чебдаровым, стендапером тоже московским. И это такой трэш-рэп и вообще трэш-сериал. То есть они очень настойчиво показывают зрителю, какие вообще говоря они якобы дураки. И это совсем не дурацкое на самом деле видео. Именно потому, что это все в ритме колбасы, именно потому, что там есть хард-бас, там есть кик-шат, да, то есть кик-шат два удара. Это как раз Женя работает. И это есть такая хорошая, хороший бит, хорошая читка. Все это вместе очень смешно. Интеллектуальный юмор не характерный, в принципе, для стендапа ни Казахстана, ни России. Тяга к просвещению через историю. Откуда она взялась? Травматичный опыт Евгений Чеботков использует как топливо. Через собственную травму он показывает, для чего нужен, в конце концов, английский язык. С помощью этого языка ты можешь куда-то вырваться. Как ты можешь убежать из этой действительности? Почему нужна история? Почему нужно понимать, как ее не повторить в дальнейшем? То есть, на самом деле, все, что он делает, он делает, исходя из себя, из своего нутра. И мотивы его становятся понятными. Вообще, главный вывод, к которому я пришел, это то, что Евгений Чеботков никакой не комик, никакой не стендапер, никакой не рэпер. Евгений Чеботков – это писатель. Вдумчивый, рефлексирующий, умный, внимательный к деталям, запоминающий особенности людей. Это писатель как ни крути. А то, что писатель умеет, например, изображать еще казахский акцент, очень похоже и очень аутентично, или говорить, делай до конца, ну, это такой просто приятный бонус. Вот это то, что мы получаем с Евгением Чеботковым. ? Ну, это то, что мы получаем с Евгением Чеботковым. Ну, конечно, это то, что мы получаем с Евгением Чеботковым. А что мы рефлексируем с Евгением Чеботковым.